Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня у нас снова новости инфодайвинга. За эту неделю у нас случилось много интересных событий. И первое, наверное, одно из самых важных, это то, что воочию мы увидели и подержали в руках нашу собственную книгу, которая называется «Коллективная бессознательная». Она уже вышла из печати, она уже отправлена тем, кто был на предзаказе. И она отправляется дальше вместе с другими книгами, потому что заказывается книг очень много в последнее время. И действительно люди поняли, что это самый лучший подарок. Даже друзьям, знакомым заказывают по несколько штук, потому что это действительно книги, которые меняют жизнь. Которые не приходят там как пылесос или как электрочайник или еще что-то в качестве подарка, а приходят как возможность изменить свою жизнь, начать сначала поправить свое здоровье, изменить отношения и так далее. И вообще понять, зачем ты живешь. Поэтому вот новая книга вышла. Теперь следующую книгу, которую мы ждем из издательства, это будет «Инфодайвинг. Знания». Она уже ушла туда. И в скором времени она также появится уже в отпечатанном виде. Об этом уже будет дополнительно сказано чуть-чуть позже. А так у нас были еще новости интересные. Идем дальше. Одной из новостей у нас была информация от мамы Анюты. У нас есть девочка, с которой мы начали работать, я даже дату помню, 17 мая, у которой была опухоль в носу. И ей должны были делать операцию. Но операция не состоялась. У Анюты полностью ушли сопли. Вообще полностью. Ей не надо больше вырезать аденоиды. У нее нет больше там опухоли. И вот прошло еще время. С тех пор мама написала, что Анюта начала развиваться. У Анюты был аутизм. Она начала развиваться. И самое удивительное, когда мы смотрели ребенка, еще тогда в мае Ирина сказала, что у Анюты откроются удивительные способности. У нее есть предрасположенность к видению. То есть она, по сути дела, инфодайвер такой, но от природы, да, не тренированный. Ей это дано от рождения. И мама тогда информацию приняла, но как бы не видела подтверждения этой информации. А тут случилась интересная история, когда Анюта пришла к маме и сказала, что соседка, которая приезжает из Москвы на лето в деревню, приехала. А мама вышла, посмотрела, нету соседки. А потом видит, а с трассы поворачивает машина. И это ехала эта соседка. Анюта увидела ее приезд еще до того, как она приехала. И у мамы вспомнились наши слова, что у этого ребенка есть такая предрасположенность. И ее нельзя потерять с одной стороны. Но в то же самое время, если сейчас ее поднять и носиться с ней, как с британским флагом, то это тоже уничтожит психику ребенка. То есть с одной стороны ее надо аккуратно поддержать, с другой стороны ее нельзя выпячивать, а просто как маленький огонек, как свечу пронести до взрослой жизни, помогая, раздувая этот огонь. И здесь очень многое будет зависеть от мамы, потому что это реально талант. Это реально талант, который поможет Анюте быть счастливой. Ну и по аутизму, по выходу у Ани пошли изменения. Она, кстати, уже не боится замкнутых помещений. Она уже ходила в баню и не орала там, как ее здоровый младший брат, а нормально себя вела. То есть вот эти изменения, они уже такие очень яркие. Ребенок очень быстро пошел в развитие. И это здорово. А еще у нас на этой неделе был очень интересный диалог. Мы даже его специально опубликовали. Мама написала, действительно мама менялась. И она написала нам письмо, что у нее пришло очень много осознания. Она отдала ребенка в здоровый класс. Везде были ее решения. Она прошла диагностику у психологов, у логопедов. И у Ваньки все хорошо, у него пошло развитие. Все здорово, все здорово, все здорово. Ну, есть одна проблема. Ванька включает в себе котенка и мяукает. И мама не могла понять, что Ванька хочет сказать. Но достаточно буквально одного взора на поведение Ваньки становится очевидным. Смотрите, очень многие мамы, кто воспитывает детей аутистов, особенно те, кто прошел обучение аботерапии или вообще аботерапию, они начинают детей дрессировать. То есть у них привычка, вот этот приказной тон, он и ребенок должен исполнять их приказ. Вы знаете, со здоровыми детьми так нормальные родители не общаются. Ну, ребенку говоришь, сделал, не сделал, проверяешь, потом объясняешь, если он не сделал, ну вот какие последствия того, что он не сделал. И как-то идет воспитательный процесс, но он идет в таком ненапряженном укусле. Но нету в нормальных семьях дрессуры. Если уже в семье есть дрессура, значит кто-то в семье аутист. Или родители, или ребенок. Понимаете? А родителю, который знал, что у ребенка диагноз аутизм, перейти с дрессуры на нормальное воспитание, и мы об этом написали маме, и у нее ступор такой. И она говорит, я действительно дрессировать научилась, а воспитывать аж растерялась, не умею. Да, этому тоже надо учиться. Взаимоотношениям с детьми и просто воспитанию, здоровому воспитанию тоже надо учиться. Потому что в семьях, где присутствует дрессура, даже к этот диагноз не поставлен. Ничего хорошего из этого ребенка не вырастает. Вырастают подавленные самцы, которые потом ищут самку, которая их будет дрессировать. Либо такие же самки, которые ищут самца, который будет их дрессировать. Но это все о мере животных. А мы говорим о сознании развитого человека. Поэтому вот эти моменты, это все называется воспитанием. И воспитывать иногда приходится и родителей, и детей. Ну, для того, чтобы дети были здоровы. А еще на этой неделе нам пришло очень интересное письмо от мамы Юли. И вы знаете, я понимаю, что нас просто закидает тухлыми яйцами медицина. Ну, вот представьте, ребенок, у которого был диагноз аутизм, подходит к мусорке, достает оттуда чужой стаканчик соком и допивает. И мама вместо того, чтобы кричать, нет, 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 не ходи, не делай, это нельзя, это грязь, это чужая инфекция. Это на самом деле опасно с точки зрения гигиены. Да, мама стоит и радуется, какое счастье, ребенок начал пить сок. И до этого ребенок не пил сока. У него вообще очень плохо было с питьем. И для нас еще очень большой показатель. Мама не закричала нельзя. А вот такие проверочки иногда прилетают. И вот в данном случае решение мамы не ограничить, а поддержать, а потом купить действительно сок и напоить уже с чистого стаканчика ребенка, это уже следующий шаг. И это решение мамы не ограничить, позволить. Позволить. Но потом справимся с теми последствиями, которые могут быть от того, что он допил чей-то сок. А может их не будет. В Советском Союзе стояли эти автоматы с газировкой. И стаканчики просто полоскали и опять наливали. И опять наливали, и пили. И не было такого распространения заболеваний, которые есть сейчас при одноразовых пластиковых стаканчиках. Потому что не было понятия даже такого, что это страшно, это опасно. Все были уверены, что они здоровы. Да, что здоровое общество, здоровое сознание. И взгляд был в здоровье. А сейчас вот эта история, когда мы опубликовали специально, смотрите, конкретно медицина может нас закидать тухлыми яйцами. Но с точки зрения выхода из аутизма, это правильное решение мамы. Она четко словила не ограничивать ребенка. Заметила, что ему уже можно покупать, что у него есть интерес. И что самое главное, к этому подтянулось его тело. А это значит, оно уже будет переваривать, усваивать этот сок. Уже отторжения сока не будет. Да? Уже появилось желание у ребенка. Уже появилось желание. Пошел процесс выхода и в физиологическом плане из болезни. И это очень здорово. Это не значит, что надо бегать по мусоркам, допивать чужие стаканчики. Потому что, вот я говорю, момент осуждения, когда вот такие вещи проскакивают, да, его в обществе вызвать очень легко. Но на самом деле для этого ребенка это было оптимальное решение. И мама в данном случае просто молодец, о чем я ей написала. Еще у нас на этой неделе, именно сегодня, стартует практикум для начинающих. Он называется «Разговор по душам с собой». Это практикум для новичков, для тех, кто хочет войти в инфодайвинг, кто хочет впервые услышать себя, почувствовать себя, осознать себя. Ведь смотрите, вот смотришь умных мастеров, да, и они рассказывают о том, что у нас есть пять каналов восприятия. У нас есть обоняние, осязание, вкус. Мы можем слышать, мы можем видеть. И у нас есть шестой канал восприятия – это интуиция, да. Когда мы входим в психику, мы интуицию там не находим. А шестым каналом восприятия у человека является вестибулярный аппарат. Но следующий шаг получается – это все каналы восприятия извне, вовнутрь, да, из внешнего, вовнутреннее. И дальше, когда мы говорим о чувствах, мы говорим о том, что в ответ на информацию по этим каналам у нас включается эмоциональная реакция. И мы испытываем чувство вины, чувство обиды, чувство злости, чувство радости. Это уже то, что мы называем чувствами. Хотя мы к чувствам относим и каналы восприятия, и эмоциональную реакцию. Мы все смешиваем в одну кучу, да, не разделяя, когда об этом говорим. И вот в этой куче эмоциональная реакция приплюснута к каналам восприятия. В инфодайвинге все разделено. Но никто не идет глубже под основу данной реакции. Откуда идет именно такая эмоциональная реакция? Почему именно на эту информацию у человека автоматически включается вина или автоматически включается обида? У кого-то включается, а у кого-то нет. Ты одному шутку кинешь, а он скажет, о, смешно, а другой говорит, ты придурок, ты меня обидел, да? Но на самом деле у каждого идет своя реакция. Что за подоснова у этого? А здесь мы уже говорим о чувственном восприятии себя. И вот это подоснова, именно процесс чувства вания, он полностью не осознается людьми. Но из глубин подсознания он виден очень хорошо. И вот этот процесс чувства вания у людей в своем большинстве нарушен. Нарушен, потому что с возрастом выключается вилочковая железа как орган. Он уже не выполняет физиологически те функции, которые он выполнял в молодом возрасте, когда человек развивался. По сути дела, его работа и обусловлены процессы старения и так далее. Это уже целая лекция, о которой мы сегодня будем говорить вечером. И будем это все учиться запускать, чувствовать. И мы начнем говорить с собой искренне. Потому что с искренностью у нас, господа, есть реальные проблемы. И сразу к этой же теме, пока не перешли к следующему нашему подразделу, я приведу пример, буквально только-только получила письмо, это даже не опубликовано на сайте, и не будет опубликовано в силу того, что очень личная информация, где человек нам пишет, вот уже очень много анкет заполним на анкет, радикальное прощение на своего мужа. Прощаю, благодарю, осознаю. Но почему-то, почему-то идет раздражение, физиологическое раздражение на уровне гениталий. Просто идет зуд, сжение и вот это раздражение, цистит вызывающее у женщины. И понимает, что это связано с мужем. И даже заметила, чем больше раздражается на мужа, тем больше физиологически зудит. Чем больше зудит, тем больше рождается раздражение на мужа. И уже анкеты пишу, светом заливаю, благодарности посылаю. И все, чуть-чуть уменьшается, а не исцеляется. В чем причина? А причина, господа, в том, что врете, врете себе. Потому что для этого есть физиологическое проявление. Вот возьмите в физиологическом, материальном мире, подойдите к мужу и поговорите. Родной, меня раздражает в тебе это, это и это. Меня не устраивает это, это и это. Давай мы подумаем, какая выгода у тебя под этим проявлением, какая у меня, и закроем эту тему вдвоем. И тогда я буду физиологически здорова, и тогда ты будешь эмоционально и психически здоров, потому что у него по гениталиям, поверьте, лупит точно так же. И его простата прогибается от этого точно так же, или наоборот, увеличивается в объеме. И после этого разговора, заботясь о физическом здоровье, потому что речь уже идет о нем, у обеих сторон искренний, честный, открытый диалог позволяет вернуть физиологию в здоровое русло, перестать врать себе и перестать скользить, глиссировать по поверхности. Я глиссирую, я такая хорошая, я прощаю, я вот отпускаю этого мужа, я уже радикально его дорадикалилась. А взять и поговорить. Для этого вам дан речевой аппарат. И это проявление силы. Вы имеете проявление болезни на физиологии, значит, будьте добры в физиологическом мире и решите его. Вы же люди, и у вас человеческое сознание, и ваше подсознание требует проявить силу, сделай шаг в материальном мире, встань и иди. И вот когда ты это делаешь, а встань и иди, насколько сильная штука в подсознании? Да, она мгновенно включает человека, вот встань и иди. А смотрите, с мужем, допустим, даже, да, если идти на разговор открытый с мужем, это ведь тоже надо быть готовым к тому, что ты будешь говорить искренне и искренне будешь слышать. То есть быть готовым услышать то, чего не хочешь слышать. Раз ты сама с собой не можешь быть искренне, то ты услышишь это от мужа, но при этом все равно надо это сделать. Надо прийти к искренности и честности с самой собой. Вот, и только это может решить и удалить то, что возникает в физиологии, в здоровье. Только искренне и открытие. Да, да, да. И это прочизность сам собой. Да, не обман, не явление, не ускользание, а именно искренность. Давай поговорим с тобой искренне. И будьте готовы к тому, что и вы будете говорить искренне, и человек будет говорить вам искренне, но это может быть неприятным для вас, но вы к этому готовы. И вы тогда можете найти вот этот баланс, услышать и измениться. Это может быть больно, но для этого и нужна боль. Да, надо быть готовым, что может быть больно. Возможно, какие-то вещи дойдут прямо в моменте здесь и сейчас, и надо будет осознанно изменить ваше реагирование. Если в другой раз вы там вспылили и сказали, я на тебя обиделась, ты виноват во всей моей жизни, а в этот раз надо остановиться и сказать, при чем тут виноват, а при чем тут обиделась. А может быть мне надо изменить реакцию и сказать, спасибо тебе, дорогой, честное спасибо, потому что я реально вела себя как дура. Почему нет? К этому надо быть просто готовым. Это про искренность и открытость, господа. И это про здоровье. Смотрите, как это четко завязано с физиологией. Физиологию уже не обманете. Когда уже пошла физиология, обмануть здесь невозможно. Кстати, следующая наша новость, которая к нам пришла, у нас писала девушка, у которой была консультация. Она переболела ковидом, и у нее развился гайморит, параллельно воспалилось горло, осталась заложенность носа, из горла продолжала выделяться гной. Потом у нее нашли уже узел в щитовидной железе. Считали, что вот эти гнойные процессы у нее связаны со щитовидной железой. Уже решили брать пункцию и так далее. И у нее уже пошли черные мысли насчет онкологии. На самом деле они были в точку эти мысли. Это все к тому и вело по кармической истории. И вот смотрите, как здорово, когда люди обращаются на вот этих ранних этапах. Когда еще пункция не взята, когда еще человека готовят к тому, что все будет плохо. Но еще не все плохо, когда еще все в процессе развития. Еще нет подтверждения. Нет подтверждения, да. Вот в этом плане нам, как инфодайверам, бывает сложно, когда человек говорит, ну так, наверное, у меня и не было потом болезни. Ну и слава богу, что ты остался здоров. Но мы понимаем, что это не сработало в подтверждение нашей работы. Но в данном случае человек осознает. Буквально прошло две недели после нашей работы. Ушел гной, ушла мокрота, ушли все проявления заболевания. Ушла вся вот эта подоснова, которая и была в дальнейшем подосновой для развития онкопроцесса в щитовидной железе. А на самом деле пройдет еще немного времени. Я знаю, человек пришлет нам подтверждение, что уже и узлов этих нету, и не надо делать никакой операции. Просто это выход, выход сознания человека из заболевания, когда человек начинает осознавать. И вот на этом фоне, вот это раннее обращение к нам, когда мы реально очень круто и очень быстро можем помочь. Вот перед вами ребенок, мы приводили пример. У нас есть примеры у мужчин, когда мы выводили из заболевания и поставили в шок, ввели в шок белорусскую медицину, потому что вот она болезнь, и вот ее нет. Ее нет. Да, про один из таких случаев, даже уже фильм отснят тоже, вот оно было, вот оно стало, да. Он сейчас в монтаже находится. Вот этих проявлений у нас таких вот много. Но есть случаи, когда человек обращается уже на поздней стадии заболевания. И вот один из примеров. Вчера я читала сообщение от женщины, и вы знаете, я просто плакала. Плакала от внутренней боли. Знаете почему? Человек обратился, у человека действительно был рак, действительно на поздней стадии. И действительно человек перенес операцию, ему удалили обе груди и 17 лимфоузлов. В течение года мы работали с этой женщиной, и мы плавно и верно убирали. Убирали онкологию из лимфоузлов, она там была. Убирали из одной груди, из второй груди. И мы видели, что уже опухоль распадается. Но есть врачи, их мнение важнее нашего. Человек верит медицине. Человек доверяет медицине. И человек не может сказать этому поезду, стой, когда он в нем едет. Человек делал химиотерапии параллельно. И, конечно, результаты работы он приписывал к химиотерапиям. И лишь после того, как он лишился органов и удалили 17 лимфоузлов, и когда биопсия показала, что все 17 лимфоузлов были чистыми, а опухоль имела некротическое состояние, она распадалась. Она реально уходила. И человек плакал, и мы плакали вместе с ним. Потому что вот это недоверие, а ведь это недоверие человека. Это ведь сам в себя человек не верил. Он не доверяет сам себе на самом деле. Он доверяет врачам, медицине. Конкретно медицине. И у нас сейчас на этом же фоне есть еще один такой же кадр, который тоже стоит перед этим порогом. Стать инвалидом или не стать. А ведь это об инвалидности. А ведь это всего лишь развернуть свое внимание. А люди не понимают. И мы говорим, говорим все. Вот мы... Мы открыто все это говорим. Да, мы говорим, что у тебя все хорошо, все, внимание на это. А человек вот как, ну, другой случай, опишет в этот же момент. Мы пишем, все, у тебя хорошо, внимание на это, то-то, то-то. Внимание на выход, внимание на счастье. А человек пишет, пальцы опухшие, да? Да. Что-то у меня пальцы опухли. А у меня еще пальцы опухли. Ему говоришь, внимание на здоровье А он опять Внимание на пальцы, он ищет другое Вот эти моменты на самом деле Как переключить сознание человека Вверх на выход, а не вниз на вход Когда человек привык Гордиться болезнями Когда человек привык жить в болезни Когда это нормально болеть Это на самом деле ненормально болеть Ненормально болеть Болезнь это плохо Это о нездоровье психическом В первую очередь Физическое здоровье Это второй Физическая болезнь Это второй шаг Это значит психика больна А человек гордится этой болезнью И он считает это нормой Как изменить сознание человека И развернуть Мы все время даже в книге Инфодайвинг коллективная бессознательная Писали, что возникает ощущение Вот человек идет Идет его Грудь идет вперед А голова смотрит назад То есть такое чувство Как будто всем свернули шею И они все смотрят назад А двигаются вперед Как таракашки Те, кто вроде бы они несут там плюс На самом деле смотрят в минус А те, кто вроде бы несут этот минус На самом деле смотрят в плюс Как повернуть голову относительно туловищу Так, чтобы они шли и смотрели в одну сторону Вот это вопрос вопросов, который Ну шутки шутками На самом деле это серьезный вопрос Потому что сознание человека Все время направлено на разрушение себя И на разрушение экологии И на разрушение окружающего мира У человека работает автоматическая программа Ему проще Вот взять вот эту программу автоматическую Что ну болезнь же она вот так-то развивается Последствия там вот такие-то Она должна вот так там приводит к тому-то К тому-то Ему лучше внимания направить на вот это развитие Потому что ну как же это есть уже Это в памяти есть Что болезнь развивается так Вместо того, чтобы пойти просто в обратную сторону Осознанно И просто вот об этом как там развивается Это не мое А осознанно себя направить в здоровье Это сложно Держать свою линию Ту линию, которая нужна Не автоматическую Не автоматическую А свою собственную Ну и переходя к следующим новостям У нас на этой неделе была новость Очередной ребенок Илья был зачислен в первый класс обычной школы Барабанная трофит И еще один ребенок пошел в здоровую жизнь И это прекрасно Еще у нас на этой неделе Был уникальный случай Мы о нем уже упоминали В одном из стримов Это когда наш человек Хороший человек Поверил рекламе Был недоволен своим физическим телом И решил почистить его с помощью ягод Годжи Мы об этом рассказали в нашей друкарне инфодайинга Этот случай Поэтому повторять его не будем Но мы хотим обратить ваше внимание Заострить Ребят, думайте, что вы едите Что вы пьете И что вы в себя пихаете И для чего, и зачем И зачем Потому что в последнее время Когда стоит вот такая сильная жара И наше тело не успевает выводить все токсины из организма Вместо того, чтобы дать ему чистой воды И действительно сказать этому телу Спасибо, что ты вот в этой жаре выживаешь Что ты несешь меня Что ты даришь мне здоровье, счастье Вот эти ощущения от воды, где я купаюсь От леса, где я могу дышать От всего Просто от жизни, кайф Просто поблагодарить тело И дать ему чистой кристальной воды Человек начинает пихать всякую дрянь А потом пишет У меня аллергия разнесла У меня там то опухла У меня это опухла Слушайте, мозги у вас не опухли? Опять-таки, смотрите Опять-таки, реклама Опять-таки, где-то кто-то же сказал Ну, как бы вот это То есть, опять-таки, не веря себе А веря чему-то вне Да Смотрите, что вы едите Что вы пьете И чему вы верите Вот просто перед тем, как что-то засунуть в свое тело Да, вот просто перед тем, как что-то туда засунуть Вы на мгновение задумайтесь А сколько химии это содержит? И нужна ли вам сейчас эта химия? Вот это касается Засовывать можно любыми путями Можно в виде укола Можно в виде выстрела там в руку Можно в рот Можно в зад Куда угодно Перед тем, как что-то в себя засунуть Подумайте, как это отразится на вашем физическом теле Ваше тело скажет вам за это спасибо Или не скажет И вместо того, чтобы туда что-то засовывать Лучше лишний раз засуньте туда Кристально чистой питьевой водички Я думаю, это будет полезнее Особенно в такую жару И еще у нас на этой неделе Вышла очередная друкарня инфодайвинга Это очередной подкаст Который выходит у нас по четвергам И следующая друкарня будет на этой неделе Там будут новые новости по книгам И я напомню Мы отвечаем на те вопросы Которые вы прислали нам в видео формате Вот на эту друкарню уже три вопроса подготовлено Если вы пришлете еще Мы можем включить и ответить на все вместе Максимально полно И еще одна новость У нас продолжаются клубные занятия В двух клубах Один клуб у нас ведет Татьяна Овсянникова А один клуб у нас ведут девчонки Один клуб клуб лови озарения А второй клуб у нас душа в иллюминаторе То есть Клепникова до Будько Либо Овсянникова Вы выбираете в каком клубе вы занимаетесь А еще Волков там тоже наверное работает Выбирайте в какой клуб вы ходите на занятия И подключайтесь Потому что мы как-то не планируем проводить обучение летом Хотя иногда когда у нас накапливается материал Либо материал для начинающих Мы все-таки будем делать ставки Это для того, чтобы нам самим не потерять форму Потому что инфодайвинг это про регулярную работу Это про регулярную работу над собой То есть погружение мы делаем, продолжаем каждый день Консультации И иногда мы ставим обучающие программы Для того, чтобы выдавать накопленный материал в люди И для того, чтобы самим держаться в форме И у нас продолжает писаться книга инфодайвинг Глубина На самом деле написано уже более половины книги И книга умопомрачительная Мы когда читаем Вот мы вчера опубликовали отрывок из нее Он называется А если стать за тенью? Вы знаете, когда вы там находитесь Вот в этих состояниях На самом деле в них долго пребывать невозможно То есть точечно пока входишь Совершаешь какие-то манипуляции Выходишь и ищешь какую психотехническую базу там использовать Но это очень силовая часть И то, что ты там делаешь Очень быстро проявляется в реальности Получается, что вот эти состояния В них нет образов В них информацию нельзя взять через образ Через обоняние, осязание То есть вот эти каналы восприятия наши Опять с шестым вестибулярным аппаратом Они как бы на той глубине не распознаются Их как бы нет, да, то есть они уже где-то усреднились А информация с информацией как-то работать приходится И она берется в виде Очень часто осознается Через уже потом последующее вытаскивание ее В материальный мир И она разворачивается через какой-то образ Через какую-то сюжетную линию Как притчи Вот так писались притчи И мы понимаем, откуда притчи стали рождаться Это вот информация поднята из этих глубин психики Вот, и вот в таком стиле мы И вот эта книга, глубина, она так и пишется И пишется она в моменте здесь и сейчас То есть вот мы достаем эту информацию И очень быстро ее записываем Потому что в противном случае А информация очень глубинная на самом деле В противном случае она будет потеряна и забыта А еще к нам пришли отзывы О работе учеников наших И стажеров Волковой и Першиной И это очень хорошие отзывы Потому что девчонки работают На них пришло неимоверное количество заказов Я не знаю, остались ли они на платформе сейчас На заказе Открыт ли заказ консультации у них Потому что у них было очень большое количество заявок Но я думаю, в любом случае Они их доделают и скоро они откроются Кроме того, продолжают работать девчонки Которые работают с животными Это Павлюкова и Роман Не помню Забыла фамилию Девчонки, простите, просто Ой, Романова Просто вот в потоке вылетает из головы Да, Романова, я все правильно вспомнила И эта работа продолжается И заявки к Павлюковой и Романовой Можно взять Можно сделать прямо сейчас Но это на животных, не на людей Они работают животными Да И еще одна новость Которая интересная Пришел вопрос Пришел вопрос от молодого человека И самое главное, что за ним еще пришло два таких же запроса Из разных городов и из разных стран Все три человека из разных стран Три запроса одновременно Суть вопроса в том, что Вот у нас мало денег Мы не можем оплачивать ваши семинары Поэтому мы бы хотели создать целую группу Покупать складчину Потом вместе тренироваться И вместе продвигать инфодайвинг в нашей стране Типа потом стать организаторами инфодайвинга в нашей стране И мы понимаем, что есть элемент бизнеса Есть элемент хитрости Есть элемент подмен Да И смотрите Какая здесь большая тема У нас есть опыт Вот такого продвижения инфодайвинга в Минске Это самообман Пункт номер один К Богу толпами не ходят Вы в себя идете сам Как только вы начали объединяться в толпу В толпе будет вожак стай А вся остальная стая станет коллективным Это не про индивидуальное развитие И это не про субъективное восприятие Субъективное восприятие Это когда вы один на один с собой Понимаете? И здесь уходит выгода психологов и экстрасенсов Когда собрал толпу и пасешь баранов Нету в инфодайвинге баранов Это как раз таки инфодайвинг Это об искренности и честности А здесь этого нет Это когда вы идете в себя Искренне и честны с собой И открываете Бога в себе один на один И это не потому, что мы так говорим А это потому, что это вот так и никак иначе Иначе не будет субъективного Иначе вы остаетесь в объективном восприятии И чем заканчиваются Заканчиваются такие группы В группе находится лидер, который начинает диктовать свои условия Постепенно навязывать эти условия Его мнение самое главное Даже если он берет недостоверную информацию Человек получил информацию внутри себя Он должен верить своим чувствам А он начинает верить лидеру У него формируется авторитет А потом этот авторитет просто начинает Тупо приглашать других организаторов Других там тренеров Либо сам выступать И уже, ну это называется пасти баранов Это не про инфодайинг В инфодайинге такого быть не может Инфодайинг это один на один с собой Но двигаться на больших глубинах самостоятельно Очень сложно Парадокс будет работать Никуда не денетесь И тогда нужна пара Один ведет другого Потому что вот даже Вот мы работаем, достаем информацию Ирина говорит, ну загрузи Вот сегодня она меня вела, я грузилась Ну вот загрузи И я вешу в ступоре Надо, чтобы она сказала, что загрузить Потому что у меня ум отключен Программа Я не могу сама взять Для этого нужен второй человек Который остается адекватным снаружи Который остается И держит связь с внешним миром Когда вы находитесь внутри себя Во внутреннем мире Потому что программа ума На определенной глубине На определенной глубине полностью выключается Полностью выключается игровой диск внешний И полностью выключается эго Потому что на больших глубинах Если вы туда придете вместе с эго То ничего хорошего не будет Будет вспышка Взрыв И вы эту какаху Понесете в жизнь Обляпанную сюжетную линию Там, где вы раздутый Где вы важный Где вы успешный Где вы, где вы, где вы На самом деле это все чушь собачья Вы внутри успешный в первую очередь Вы внутри себя назначаете Руководителем, победителем Кем угодно Это все внутри А наружное Оно всего лишь отражает Вот это внутреннее Но к этому надо прийти Есть разные стадии погружения в себя Есть разные стадии чувствования себя И осознавания себя И вот здесь Когда вы двигаетесь парой легче Поэтому инфодайлинг Это про пару Это не про толпы Не про группы И не про лидеров Потому что в паре Два открыты и искренни Они открыты на 100% Друг другу И искренни на 100% Друг перед другом Потому что если где-то Вы скривили душой У вас результата не будет Кстати, вот на эту тему По поводу скривили душой Мы вчера ехали С Вячи И разговаривали с мужем И вот как раз в этот момент Пришло сообщение Вот по груди И про операции Что все подтвердилось полностью Все, что мы говорили И у человека разочарование Что зря резали Зря сделали Вот зря сделали инвалидом И я в машине расплакалась И муж едет и говорит Понимаешь, почему вам не верят? Потому что вы говорите чушь иногда Вы говорите такие вещи жесткие Которые человек не может слышать Ну как вы там иногда говорите Про чертей Вы наезжаете на какие-то ритуальные части Религиозные части Вы человеку не даете возможности Вот жить так, как он жил раньше Говорит, ну что вам стоит Ну подстроитесь вы под социум Ну солгите вы Ну вот скажите вы то, что люди ожидают И вас будут воспринимать по-другому К вам будут стоять толпы и так далее И я осознаю Но тогда не будет результата Результат стоит только на искренности и открытости Когда ты ровно что видишь, то и поешь Не тогда, когда ты подминаешься Подстраиваешься Ты не честен, не искренен сам собой Не тогда, а именно когда ты Что видишь, то и поешь Ты прозрачен для информации Чист Ты чистый фильтр для информации Стекло для информации Лишь в одном случае Когда ты чистый искренен с собой Когда ты полностью открыт А инфодайинг, он позволяет Это в паре как раз и натренировать Первый человек, кому ты открываешься на 100% Это твое зеркало И вот здесь происходят чудеса Тогда информация идет И она 100% яблочко И ты 100% чувствуешь и знаешь Именно идет информация в виде прямого знания И это чувство знания Это не что-то, это чувство Которое полностью, 100% блокировано у людей Но его можно открыть в себе И это никакая не интуиция Это чувство Чувство знания внутри себя Это глубиннейшее чувство Которое не является каналом восприятия Это канал выдачи информации Он направлен, работа его направлена в другую сторону И вот когда вот это вот Ты в себе открываешь Это можно открыть Это может открыть любой человек Но это все про искренность И открыто здесь и сейчас Потому что как только ты хоть одну подмену Хоть одну подстройку Хоть одну ложь впустил У тебя не будет правдивой информации Поэтому вот когда я печатала отрывок из глубины Я прямо написала Нам нельзя в социум Потому что когда я пишу Даже в чате нашего дома Или в чате там На даче у себя Там что-нибудь ляпнешь И понимаешь Выносишь мозг людям Ну и мужу тоже Одной фразой Потому что она всегда в яблочко И всегда в самое больное место Человек не хочет этого слышать Он убегает от себя Он не готов слышать правду Почему? Потому что он Сразу вошел в эту игру С левой ноги С лжи С лжи С обмана И меркаба начала вращаться в левую сторону И ложь привычная Обман самого себя Да И обман самого себя Плюс родовые программы Еще усугубляют это дело Но это очень большая тема И эта тема Замечу Она напрямую связана с деньгами Вот как бы это парадоксально сейчас не звучало Это 100% Во внешнем мире Вот этот процесс чувствования Это связка внутри информации Это процесс чувствования человека Он во внешнем мире отражен материальным носителем деньгами Это невероятно Вот мы сейчас чушь говорим Да, но это так И когда ты вот эти вещи в связке видишь и осознаешь Ты понимаешь, что этими процессами можно управлять И тогда Вот раз и проявилось Раз и проявилось Раз и проявилось И тогда можно про материализацию Про все, что угодно говорить Про быстрые результаты Поэтому, ребята Те, кто хотят в других странах В других городах Заниматься инфодайлингом А просто надо подключиться к платформе Сабришина Начать заниматься От вас больше ничего не требуется Найти пару Которую вы готовы открыться Это может быть в вашем городе А может быть онлайн У нас сколько людей работает пары в онлайне Даже если они живут в одной стране Они живут в разных городах И они сидят в онлайне И это не мешает Сегодня возможности интернета феноменальны А инфодайлинг Это ты все равно внутри себя Тебе не важно На каком расстоянии находится твой партнер Тебе важно быть искренним и открытым То есть вот эту подмену мы убираем И это все решается И еще одна новость Которая на сегодня у нас есть Это новости по платформе Наша платформа Сабришин Если вы на нее заходили Со вчерашнего дня вы увидели Она претерпела глобальные изменения Изменилась, да Теперь она будет выглядеть так У нее изменился как внешний вид У нее изменилась начинка У нее полностью изменилась финансовая часть Все базы данных огромные Вшитые в ней Приведены в рабочее состояние То есть она полностью становится Большой управляемой платформой Которая предоставляет услуги Не только инфодайингу То есть эта платформа не только инфодайинга Это платформа и для психологов И для экстрасенсов Например, для психологов Она решает вопрос цен Когда психолог боится поставить цену Больше 25 долларов за свой сеанс А знает, что он стоит дороже Но он знает, что он может лишиться своего статуса И общества Например, в сообществе психологов в данном регионе Он может зайти на платформу Сабришина Она онлайновская Онлайн не подразумевает региона И дележки своих подопечных клиентов Как это при очной работе имеет место быть И вы начинаете работать на все страны И тогда вы можете пользоваться услугами Сабришина У вас абсолютно законные все платежи Не надо прятаться от государства Получая через Western Union деньги в страну Или еще как-то То есть это уход от налогов Ведь по сути дела ваши вестерны и все остальное Это же работа физических лиц А если вы оформите ИП И начнете работать с Сабришиным честно Открыто, полностью прозрачно То вы будете зарабатывать больше Потому что вы можете ставить любую цену Вы раскрываетесь Вы раскрываете свой потенциал Это для психологов А для экстрасенсов точно так же Вам не надо прятаться и бояться Втихаря бегая, получая платежи Как физическое лицо И прося делать перевод на родственников Я просто знаю, как работают экстрасенсы в Минске Как работают экстрасенсы в других странах Ребят, зачем лгать самому себе? Ведь когда вы лжете и уклоняетесь Вы не будете иметь чистой информации Сами себя ограничиваете Вы плюете в свой колодец, в свой рюкзачок Сделайте честно и открыто Вот для этого мы и создавали эту платформу Чтобы была открытость полная, стопроцентная Вы можете этим пользоваться Заключаете договор Мы говорим, как оформить Вы подписываете договор Присылаете нам Да, у нас где-то месяца два займет подписание бумаг Но вы будете правильно оформлены Вы будете правильно работать Вы будете пользоваться услугами Сабришин Кабинеты и все остальное допиливается Да, у нас есть еще сложности Но наша платформа будет круче, чем вебинар.ру И другие аналоги, которые существуют Потому что мы доделываем это все под удобство для себя И, соответственно, под удобство для клиентов Потому что мы сами пользуемся услугами этой платформы И мы видим, чего в ней не хватает и чего будет хватать И вот последнее обновление, оно сделало уже базу, такую ключевую базу Не поверхность, а действительно базу Которая там прошита финансовая часть Там прошита настроечная часть кабинета Удобство пользования Старые можно Семинары свои же продавать Которые там висят точно так же через магазин Там есть магазин, те же самые книги И будет он потихоньку развиваться То есть на этой платформе мы делаем сейчас первые шаги Первые договора комиссии работают у нас и так далее Для того, чтобы ее обкатать и запустить как отдельный IT-проект Если вам это интересно, вы можете зайти, подключиться И помним, по вопросам IT вы обращаетесь в нашу техподдержку Ребята, которые ведут этот проект Их телефон плюс 375-44-5577-8200 Писать им Потому что это не касается инфодайинга По инфодайингу, если мы отвечаем То по платформе вопросы все задаете на этот номер И вам помогут сориентироваться Расскажут, что когда будет запускаться Потому что у нас сейчас пойдет обновление блока за блоком Но основа вчера уже была перезалито То есть это уже пошла быстро двигаться часть И еще есть одна такая новость В последнее время очень много участилось звонков Когда к нам звонят по вайберу, ватсапу Звонят по городскому телефону И начинают рассказывать о своих проблемах Либо писать о своих проблемах Что вот я сейчас заболел, пожалуйста, уберите у меня температуру Или я вот плохо себя чувствую Мне надо подлечить это и это То есть обращаются к нам как в регистратуру поликлиники Вот знаете что Вот если раньше мы хотя бы отвечали на эти звонки Или выслушивали Вы уж простите, но в связи с тем, что загрузка у нас капитальная Не надо обесценивать нашу работу Это обесценивание нашей работы Для того, чтобы настроиться на человека Надо Ирину загрузить Надо, чтобы она подняла психику Надо, чтобы она вытряхнула то, что мешает в наружных слоях По сути дела, это консультация полноценная Когда мы просто, чтобы просто человеку ответить на его запрос Зачем у него сейчас Стянуло его кишечник и заставило его блевать Нам надо полностью этот кишечник ему почистить с двух сторон Этой работой мы заниматься не будем ни при каких обстоятельствах И точно так же мы не будем заниматься Обесценивая свой труд и себя Это не пять минут работы, чтобы вы понимали То есть ответить на ваши вопросы Это не пять минут Это часовая консультация И на самом деле это у человека опять-таки ложь Ложь, он не хочет решать эту проблему Не хочет Он хочет выкрутиться, вывертеться Он хочет, чтобы ему уделили внимание Когда вам плохо и вам требуется внимание И вы действительно хотите только внимание Но вы не хотите ничего менять Обращаться к нам не надо Для этого есть учреждение здравоохранения Вот здесь абсолютно честно, искренне говорим Государство таким людям помогает бесплатно Пожалуйста, для этого есть поликлиника Вы можете зарегистрироваться Вам дадут психолога, психотерапевта И они выслушают И они вас выслушают Для этого существует вот эта часть Это для людей, которые не хотят изменений Но хотят поговорить об этом В инфодайвинг с этим не приходите Здесь мы всегда ставим фильтр Мы говорим Читайте Пубай Раздел консультации Готовы ли вы работать? Потому что вы будете работать Потому что мы со своей стороны Если вас перетрясем То в течение двух недель У вас в жизни будет шторм Готовы ли вы к этому? Это очень серьезные вещи Глубинные Мы по поверхности не скользим Мы бьем в самые болевые места И для того, чтобы осознать это И прочувствовать это Надо, чтобы вы внутри приняли решение Готовы были увидеть свое истинное лицо Потому что очень часто вы смотритесь в зеркало И говорите Ох, как молода и хороша А зеркало говорит Смотри, какая кривая рожа Поэтому вот эти вот штуки И эта готовность Она должна быть внутри человека Как готовность меняться И это очень важный вопрос Итак, мы на сегодня, наверное Рассказали об основных новостях Те, кто хотят сегодня подключиться к нам На наше погружение Разговор с собой по душам В 20 часов мы вас ждем На данном погружении Оно будет интересным, увлекательным И познавательным Знакомством с собой И после него, опять-таки Ваша жизнь будет другой После того, как вы начинаете Приходить к себе Ваша жизнь уже не будет прежней Обратного пути После этого нет По-любому нет Спасибо за внимание До следующего понедельника Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...